Хрипит? Первое, что я очень хотел бы попросить вас, что вот по все вы не забыли того, что сегодня проповедовали с утра. Хорошо? Вот тут вот. Вот только что брат проповедовал. Я думаю, что очень сильные, хорошие вещи. Насчет благовестия просто поделюсь. Ну, так получается, что я сочинял песни, я сам свидетельствовал, я долго и время, ну как долго, наверное, года три, я не проповедовал, просто свидетельствовал людям о жизни, как Бог меня спас, и пел песни. И, в принципе, этого хватало. Потом я уже вынужден был залезать в богословие, пошел в библейскую, институт учиться и так далее, потому что надо было мне ответы, ну, для людей, для себя-то мы, кстати говоря, для себя люди прочитали Библию и, в общем-то, получили в большинстве своем ответы на свои вопросы. И потом, как-то им неинтересно, пока они начнут служить. Как только начнут служить другим, тогда появляются вопросы, на которые ответа нет, надо их искать. В общем, это очень хорошая мотивация, искать лица Божьего и, конечно, менять свое сердце. Ну, вот я когда пел, обычно хлопцы всегда у меня какого-то проповедника, еще одного, второго, а я пою песни, и вот они такие, ну, трохи текстовые, там, про маму я, особенно в тюрьме, про маму пою, там, про любовь, там, ну, как-то вот так. И про благовестие мы как-то приехали в Ялту, это давно уже было, не знаю, лет, может, 10 назад. И я приехал в Ялту, и у нас было там эвакуационное служение, и там есть такой, кто-то знает Крым этот? Я, знаете, помню Пушкина, этот, площадь Пушкина, там Пушкин стоит этот, остановки, и вверх идут 9-ти этажки, и так поставили колонку, там не 9-ти, наверное, 15-ти этажки, поставили колонки, ну, я так. Вот. И я спел песни, чего-то такие, шансон, смотрю, люди с остановок, там, две остановки, как-то так между двумя, они подошли, слушают, чего-чего тут. И вот в этот момент, я две песни, три или три спел, и в этот момент, значит, о, брат, пора проповедовать. Они выскочил, братик такой, небольшая Библия, аллилуйя, слава Господу, Бог послал нас, благовествовать Святое Своё Слово, мы из церкви, такое-то, 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 и Господь хочет вас сегодня благословить. И я смотрю, эти люди жух-жух-жух, ушли. Я потом опять пою, три песни, вырывается следующий, аллилуйя, слава Господу. И вот такая, повторяется, я тогда подошел к третьему, третьего я хорошо знал, и говорю, парень, я спою три песни, ну, чтобы когда ты выйдешь, чтобы я от тебя ни аллилуйя, ни слава Господу, вообще не слышал, понял? Вот так рассмотрел, я говорю, скажи, кем ты был? Он был директор казино, он спивался, у него были вроде и деньги, но он погибал в этом всем, там, по-моему, наркотики. В общем, однажды он даже с пьяну решил заплыть, это же Крым, на этот, на рейде корабль стоял, он думал, что он доплывет, он говорит, я оказалась там километров 10-15, я до половины доплыл, и понимаю, что я не туда, не доплыву, не туда, и вот тут он о Боге вспомнил, и он замолился, и как-то с перепугу, со страху, с молитвой доплыл обратно, или выжил. И вот с этого начинался его, и вот я говорю, расскажи, кем ты был, какие у тебя были проблемы, как мама за тебя плакала, как ты чуть не потонул, потом расскажи, что у тебя сейчас трое детей, что у тебя хорошая семья, что у тебя здоровый образ жизни, что ты вот счастливый отец, муж, и только потом расскажи, кто это все сделал. Вы знаете, его слушали до самого конца, и потом задавали вопрос, у нас был контакт, то есть, когда благовествуешь, надо быть очень, ну, таким, как бы, живым, нормальным, здоровым. А то у нас, ребята, вроде, один пастор говорит, пришел на обращенное, какая-то женщина, какая-то на обращенное, вот, а в конце церкви молились за помазанных мужей верой, знаете, вот, и она говорит, а что это за вера, и сколько мужей, чего мы должны молиться, чем они мажут, ну, что это такое, и вообще, что это такое работа Святого Духа, это, вы что, ему зарплату платите, что это за работа, куда он работает, как он работает, ну, ну, в общем, есть христианский жаргон, который надо очень беречь, беречь всю эту тему, я тут записываю обычно, когда, вот, сегодня брат говорил, победили, знаете, почему победили они, словом свидетельства, потому что там есть следующий стих, не взлюбили, души своей, даже до смерти, то есть это люди, которые настолько посвятили себя Евангелию, что не готовы были за это свидетельство умереть, и такие люди, во-первых, они имеют от Бога силу и благословение, и они ценные очень в глазах Божьих, настоящие, настоящие, и что-то, я как-то, может, разберусь однажды, но я понимаю, что есть царство, да, царство Божие на земле, в котором есть, вспомните, в царстве его есть, плевелы есть? Да, если нет угонений, помните, просто в этом царстве четыре, четыре вида минимум, минимум, да, те, которые приносят добрый плод, второе, это на каменистом, пока нет угонений, они все тут, или там, не, не тут, они там, третье, это, которые в тернии, они что же в церкви, а где они? И у них там ничего, никакого духовного роста, но они как-то, еще четвертое семя, это вообще, это не пшеница, это вообще какое-то, как они сюда попали и зачем, непонятно, и кто их сюда послал, и они все равно в церкви, и до самого конца будут, прошу прощения, не в церкви, потому что я верю, что церковь, это беспятная порока, понимаете? Поэтому есть какая-то для меня, вот сейчас, дилемма, что такое церковь и Царство Божие взаимодействие, потому что я не верю, что в церкви есть плевелы, я верю, что в церкви есть, написано, а церковь, это та, которая живые камни, когда-то мне очень понравилась мысль новопроповедника, он же говорит, я слышу сейчас, значит, что говорят, вот тело Иисуса Христа, оно разорвано на много кусков, есть много конфессий, и вот тело Иисуса Христа, оно вот в таком состоянии, и он говорит, послушайте, когда Иисус молился, да будут все едино, как мы едино, отец не ответил на просьбу своего сына? Говорит, когда у нас были военные действия, он из Перу, ну, в Перу у него церковь, когда были военные действия, где-то мы скрывались, там и шли, мы никогда не интересовались конфессиями, мы никогда не интересовались, мы только говорили, есть тут братья или нет? Если, например, моих друзей посадить за один стол, они как минимум из шести конфессий, вы даже не узнаете, если не будете спрашивать, потому что у них одно мировоззрение, понимаете? У них одни понимания, одни отношения к служению, к людям. Если, конечно, будешь забираться, как он молится, в какой день, моют ноги, не моют, то, конечно, найдут что-то, но вообще-то мы настолько едины, и он говорит, дети Божьи всегда на земле едины, а приверженцы конфессии, это совсем другое. Они спорят, они ссорятся, они друг друга упрекают, они превозносятся друг на друга. Дети Божьи всегда, во все время едины, потому что Бог ответил на молитву своего сына. Они узнаваемы, мы их видим, неважно в какой конфессии, неважно в какой церкви, мы их чувствуем, у нас есть единство, мы можем по-разному понимать что-то, но вот это дети Божьи. Аминь. Вот что я хотел вам передать. И сейчас я хочу прочитать одно место, размышлять с вами. Первое Коринфянам, знаменитая 11 глава, так, это место, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». И меня очень как-то однажды коснулось так, а почему возвещаем-то смерть? Ну, как бы хорошо, логично возвещать что? Жизнь, воскресение Христа, почему-то смерть. Я заинтересовался этим вопросом, почему надо возвещать смерть? Я узнал, так вот, в истории, как происходили, как происходило распространение Евангелия, христианства, уже как бы в христианской Римской империи. Это нужно не стать, она объявили там, что сначала 312 год, толерантность, то есть терпимость к христианам, да, а потом, может, Римская империя была объявлена христианской, но она же не сразу стала христианской. Это было множество народов, у которых были свои, как бы, богословия, свои боги, свои идолы. И интересно, что вот эти люди, вот те христиане, те благовестники, которые шли тогда по всей Римской империи, а тогда ни самолетов, ни паровозов, они, ну, пешком на осликах, они вот все-таки достигали, достигали народы. И до сих пор в Европе достаточно много народов, а тогда и свои племена, все это было. Что делали те благовестники? Во-первых, во времена Римской империи примерно так была построена вот религиозная жизнь, что вот существует город, в нем есть разные люди, Римская империя, она объединила разные народы, в Римской империи, на самом деле, были толерантны ко всем богам. Тогда они в религиозную жизнь, власти они особо не лезли. И язычники, на самом деле, они были достаточно терпимы к другим богам. Почему христиан, если вы в курсе, называли атеистами, их обвиняли в атеизме? Почему? Потому что они приходили и говорили, нет вообще никаких других богов, только один. Вот только Иисус Христос. А язычники, вот мои ребята, ездят, они какая-то, туда, на Чукотку, к Чукчам, они интересно говорят, что там язычество, и они, у них есть свои идолы, и они что делают? Они приносят жертву, кровью мажут этих своих идолов, и тут же ставят икону Иисуса Христа, и тоже мажут его кровью. Говорят, мы ведь и вашего бога тоже уважаем, как бы, ну, то есть язычники не так. Почему ничего не стоило в языческой Римской империи, ну, приносить жертву, там, кесарю? Какая разница? Еще один бог. Вон, говорят, в Индии, там, миллион этих богов. И они, как бы, все между собой. То есть толерантность, на самом деле, это черта языческая. Все боги нормальные, у нас свои боги, у вас свои, давай дружить. Христиане не такие. Христиане, значит, в то время, повторяю, вот селение, много людей, и отделяло специально одно место, где-то там, ну, иногда на окраине города, вот, и там было такое место, где можно было поставить любых идолов там. Помните, когда этот Павел пришел в Афины, там, проходя, он видел много жертвенников, они, в общем-то, в одном районе все это было. И вот он ходит этому богу, этому, 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 и неведомому богу. И вот точно так же были вот такие места в городах, в селениях, где разные были идолы. Люди туда ходили, может быть, каждый к своим богам. И вот на это место приходили христиане, что они делали? Иногда они делали на языческом алтаре, иногда они стали свой алтарь, и на этот алтарь они ставили хлеб и вино. И что они говорили? Они говорили о том, что уже не надо никому приносить жертв, потому что жертва уже принесена за все грехи всего человечества. Вот с этого начиналось благовестие. Все, жертва принесена. И поэтому тут они возвещали смерть. Христос умер за все грехи всех людей. Это единый Бог, который вот он сотворил весь мир. Да, что вы искали Бога, не найдете ли. И вот его сын. И вот началось благовестие. Сегодня, говорит, вот она жертва. Это хлеб, это ломимое его тело, и вот это кровь пролитая. Вот таким образом они благовествовали. К слову сказать, когда я это все смотрел, я понял, ну, и по-другому начал относиться. Почему? Почему Рождество 25-го там, декабря? На самом деле, это, если когда вычисляли, можете поинтересоваться, как это вычисляется, потому что вы помните, на полгода разница между рождением Иоанна Крестителя и Христа, и восьмая череда, авиа, череда, в свою череду служил отец Захария, да? Вот они вычислили примерно, дней, конечно, не вычислили, но это вторая половина августа, начало сентября. Вот тут где-то Христос родился. А почему тогда декабрь-то? Христиане приняли решение, чтобы специально назначать на языческие праздники, христианские праздники, на языческих местах похоронения проповедовать христианство. Это, знаете, на что похоже? Это когда в день современного Хэллоуина христианская церковь назначает служение для чего? Чтобы отвратить людей от этого праздника и, наоборот, направить их религиозное или там духовное устремление направить в правильное русло. И благодаря именно таким действиям переломилось, было переломлено, сломлено язычество в Римской империи. И слава за это Богу! И это праведное действие. Сегодня говорят, ой, смотрите на дни этих самых языческих праздников, смотрите, это богохульство. Вот именно поэтому мы сейчас не знаем, вы знаете, каких-то идолов или какое-то языческое богослужение в Европе? Мы даже не знаем, у германцев были свои боги, у французов, там, у саксов тоже были свои боги, мы ничего этого не знаем. Почему? Благодаря таким действиям христианство победило, церковь победила. То есть, это правильно. Это правильно. И пускай будет на 25-е и праздники, это на самом деле духовно. Но я еще дальше размышлял. Вот представьте, что такое смерть, когда Иисус, ну, вообще, прошу прощения, когда Бог говорил Адаму смерть и умрешь, в то время весь духовный мир был сотворен, правда? Сотворены были ангелы. Вообще, в то время, когда Он говорил смерть и умрешь, понятие смерти вообще не существовало. Понятие смерти придумал Бог, как вы думаете? Вы можете представить, чтобы ангелы или там какие-то там Серафимы и Херувимы представляли, что такое смерть. Что вот они знают, что такое смерть. Однажды умирает ангел, его ложат в гроб. Ну, такого же не было. То есть, смерть пришла вообще во Вселенную как понятие только тогда, когда Адам согрешил. И до сих пор смерти в духовном мире, вот той смерти, которой мы говорим, человек лишается чувств, перестает отвечать, и вот его ложат в гроб, закапывают. Такое понятие было, вообще есть в духовном мире? Да нету, конечно. Значит, это понятие, эту смерть, придумал Бог. Для чего-то Он это придумал. Что мы видим в этой смерти? Мы видим, что человек полностью лишается признаков жизни, он перестает как бы существовать. Сегодня люди видят эту смерть, что все, этого человека больше нет. Помните, когда вашего там родственника больше нет. Зачем Бог? Зачем Бог придумал смерть? Зачем это понятие вообще существует? Потому что это сделал Бог. Почему нужно такое понятие, как смерть? Вы знаете, когда я, например, размышлял, что раньше появилось? Вот что раньше в разуме Бога, например, конечно, трудно сказать, что раньше, у Него все время одинаково и одновременно, да? Но так вот, что важнее в понятиях невеста и жених или Христос и церковь? Что появилось более, ну, раньше? Понимание о Христе и церкви или невесты и жениха или Бог, Бог уже все наперед видел, наперед знал. Вот, когда Он выводит Авраама и говорит, вот сколько звезд небесных или сколько песка, вот столько будет у тебя детей. Знаете, что, через видимое мы познаем невидимое. Что раньше появилось? Понятие о том, что или предопределение Божие, что будет столько детей у Авраама или песок и звезды. Многие вещи Бог создал для нас, чтобы мы что-то поняли в духовном мире, которого мы не видим. Бог создает в земном мире что-то видимое, чтобы мы поняли. Поэтому есть песок, чтобы мы поняли, что такое бесконечность. Есть звезды, которые не можем мы сочетать. Есть жених и невеста, чтобы понять, что такое отношение Христа и церкви. Понимаете? Так вот, что такое смерть? Почему она существует? Мы сталкиваемся со смертью, понятием смерти очень много. Ну, давайте так попробуем 2 Коринфянам 5 глава. Вообще, лучше, может, я буду говорить, да не открывать. Можете? 5 глава, 14 стих. Да я буду со стенки читать. Где он тут? Ибо любовь Христу обвернет нас, расширяющих так. Если один умер за всех, то все, что дальше? 15. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскреши. Давайте посмотрим еще интересно Колоссянам 3 глава. Колоссянам 3 глава со 2 стиха. О горням помышляйте, а не о земном. Следующий стих. Почему? Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Давайте попробуем еще римлянам 6 глава. Дай Бог памяти какой там стих. Если мы умерли со Христом, то и жить будем с Ним. Посмотрите. Какой это стих? Восьмой. Включи римлянам 6-8. Если же мы умерли со Христом, смотрите, что интересно. То есть в духовной жизни мы должны вникнуть, что такое смерть. Зачем это понятие вообще существует? Что Бог хочет через это нам показать? Вы умерли, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. То есть каким образом человек действительно может сказать не моя, и что это такое сказать не моя, воля твоя добудет? Что такое отвергнуться себя? Что такое сказать не я живу, но живет во мне Христос? Где в это время ты? Тебя? Нет. ты умер. И все это крещение, это погружение и говорится о смерти. Что Бог хочет через много-много на самом деле мест этих вот. Давайте еще есть интересное. Галатам 2, 19, 19, 20. Галатам 2, 19, 20. С законом я умер. Смотрите, опять смерть. Для закона, чтобы жить? Для Бога. Я распялся Христу, 20 стих, и же не я живу, живет во мне Христос, а что ныне живу, а плоти живу. Понимаете, о чем идет речь? Бог желает донести нам, что вообще Он от вечности вожелал, что Он вообще предназначил, что Он хочет, что главное в Новом Завете, что главное в том замысле Божьем, когда Он сотворял человека и вообще все условия, которые мы видим. Бог хочет, чтобы личность, оставаясь личностью, при этом для себя умерла, убрала себя в сторону, оставаясь, между прочим, живой. Предоставила себя в жертву, убрала себя и вместила в себя Бога. Евреям 3,6. Христос, как Сын в доме Его, дом Его мы. Итак, Бог создает личности. И Бог хочет жить в этих личностях. И для того, чтобы Он наделил нас, что такое жить, вот что такое, как мы можем посмотреть на Христа. Христос – это человек? Ну, конечно, человек, разве Он не человек? Христос – человек, и как человек Он ограничен, правда? Но в Нем живет кто? В Нем живет Бог. Представляете, вот это совокупность. Поэтому Он совершенный, поэтому поступки Его совершенные, поэтому Он все знает наперед, поэтому Он знает всех людей, поэтому Он совершенно поступает, потому что в Нем живет Бог, хотя Он при этом человек. Можно сказать, Христос является домом для своего Отца. Понимаете, о чем идет речь? И Он хочет всех нас сделать такими, потому что Писание нас учит быть подобны Ему, преображаться в тот же образ. То есть, Бог строит дом. Бог создает личности, хочет в них жить. И когда мы принимаем Иисуса Христа, мы не просто принимаем Иисус, ты мой Господь, мы принимаем образ жизни, пример Христа, учение Христа, и этот образ, который мы должны воплотить в реальность. Бог должен у нас селиться. Вот для себя просто скажите, для себя, вот скажите, не я живу, но живет во мне Христос. Еще раз, ну не я живу. Все понимаете, что это нечто, ну, его еще надо понять, что это такое. Я не живу. Я не живу. Я не живу. Это вообще не я. Это не мои цели, не моя жизнь, не мое счастье, не мои понятия, не моя мудрость, потому что вместо человеческой ограниченной мудрости, Бог дает какую? Мудрость, не сходящую свыше. Ум человеческий убирается в сторону, приобретается ум чей? Христос, чувствование, как? Во Христе и поступать, написано, должны как? Христос. Обратите внимание, Бога воплощение не только во Христа, потому что Он первородный, между многими братьями, Он совершенно, Его вот это воплощение совершенно, мы несовершенны, но все равно это Бога воплощение в нас, разве нет? Вы понимаете, о чем идет речь? А чтобы оно воплотилось, нам нужно с собой что-то делать. Поэтому, кто идет, хочет идти за мной, кто хочет идти в эту сторону, кто хочет там быть на небесах, кто хочет быть в вечности с Богом, отвергнись кого? Вот об этом все и говорится. Значит, другое, следующее, с другой стороны посмотреть, почему Он сказал, кто будет сберегать себя. То есть, Бог сегодня предлагает тебе смерть. Смерть Он тебе предлагает. Смерть – это твоя личность, твои понимания, твоя вот эта ограниченная мудрость, твои стремления, твои представления, твой весь опыт. Он предлагает тебе что? На распятие. Распять. Распять. Отвергнуться себя. Возьми свой крест, орудие казни. И иди. И дойдешь до Голгофа, потому что Христос пошел на Голгофа. Смотрите, как действительно воплощается вот этот принцип «не я живу». Когда это происходит? Чтобы было правда, не ложью. Правда, «не я живу, но живет во мне Христос». Значит, я уже умер. И Павел говорит, я уже умер. Я сораспялся. И первый, кто это сделал – Христос. И что в этом проявилось в этой смерти? Он был послушан даже. Смотрите. То есть, как происходит на самом деле, наверное, я в прошлый раз говорил, почему мы сталкиваемся в такой духовной жизни с разными вещами, которые, ну, для того, чтобы понять христианство, надо вникнуть в замысел, в замысел Божий. Иначе можно очень сильно разбиться. Ведь вначале Бог являет милость, Бог от чего-то нас спасает, Бог от чего-то нас освобождает, исцеляет. Но мы видим, что христиане, даже наоборот, даже очень хорошие христиане, верно следующее за Богом, почему-то часто попадают в какие-то проблемы и страдания, и мы не можем ни себе, ни другим объяснить, почему. Ведь Бог только что был такой добрый. Вот он первый год мне вот и так, и так, и так благословлял, и у меня было все хорошо, и я только радовался, и аллилуйя. И вот один говорит, знаешь, посмотрим на этого парня через пять лет, будет он так, аллилуйя или нет. Почему? Жизнь покажет. А что это за жизнь? Это ту жизнь, которую Бог ему предложит, это тот путь, который Бог ему проложит. И на этом пути придется нести крест. А крест – это орудие казни, он неприятный. Почему так? Если он послушен был до смерти крестной, зачем? И усовершившись, смотрите, очень интересное слово, усовершившись, сделался виновником, это спасение вечного. Понимаете? Почему есть такое понятие, хотя он и сын, и страданиями, навык послушанию. Для того, чтобы мы на самом деле послушались и были послушны, нам нужно столкнуться со страданием. Без страдания невозможно определить, послушен ты или нет. Скажите, пожалуйста, дети, когда ты их, ну, как бы сказать, что ты им командуешь, если им приятно, им это… Иди, посмотри мультики. Правда? А если иди, помой посуду? В чем идет речь? И вот тут проявляется, послушный ребенок или непослушный. То есть он сталкивается с какими-то трудностями. Любая трудность, в которой вообще Бог, мы видим все, что это все заранее Бог знал, подумайте об этом. Это Бог создал те условия, в которые мы живем. Это Он создал нашу психику, наши какие-то… То есть Он дал возможность нам, Он дал нам свободную волю, но Он определил все эти условия. Кстати говоря, я категорически против такого понятия, неправильно истолкованное, что такое безусловная любовь Божья. Безусловно, Бог принимает любого человека без условий. Он его прощает, очищает, но в Царство Божие море условий и основное – смерть. если ты не готов идти на смерть, если ты не собираешься отвергаться себя, если ты не собираешься вместо своей воли и своих планов исполнять Божью волю, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство небесное. Но исполняющий волю – это условия, это сплошные условия. И надо с этим что-то делать. Страданиями, навык послушания – это страдания. Посмотрите, что происходит. Мы-то знаем волю Божью, мы начинаем, наверное, читать Библию, но даже и не так. Любое страдание, которое не представь в жизни, в этом страдании всегда страдает плоть. Просто поинтересуйтесь так вот для себя. Любое страдание. Страдает дух или плоть? Страдает плоть. Моя душа страдает, если меня обидели, наступили на меня. Мое тело страдает, недостаток какой-то, не хватает чего-то, болит что-то. Ударили меня. Страдает плоть. И вот в этой ситуации, когда страдает плоть, можно эту ситуацию прожить или пройти по-разному. Вот если тебе ударили по левой щеке, твоя плоть, твое я что хочет? Ну, тебя хочет воздать, чтобы удовлетворить свою плоть. Но Бог почему-то делает по-другому. Говорит, подставь еще левую щеку. Просящему у тебя там верхнюю одежду, отдай рубашку. Посмотрите, что это такое. Это совершенно против плоти. Потому что поэтому, я только когда вот эти вещи постигал, я начал понимать, почему написано, дух желает противного плоти, а плоть, и они друг другу противятся. И кто здесь вообще стоит посередине и решает? Это моя личность решает? Это я. У меня есть воля. Что я с этим буду делать? Как я выйду из ситуации? Когда я покаялся, Бог вроде явил милость, меня освободил там от греховной зависимости. Бог много милости явил сразу. Какие-то ответы на молитвы. Я радовался, но я приехал к себе домой и я столкнулся с чем? Мама сказала, что ты не можешь ходить в нормальную церковь, что ты пошел к этим баптистам? Ты предал веру? Друзья сказали, чего ты не можешь вместе с нами ходить на Пасху и немножко это самое? Ты куда пошел? Ты стал адептом? Ты все, кто попал? Значит, смотрите, чтобы не страдать, чтобы был в мире с друзьями, был в мире с семьей, ну, уступить, отказаться от того, куда же ведет меня Бог, да? И пойти со всеми, и тогда плотнее страдать. Можно решить этот вопрос по плоти, как удобнее, как понятнее, как комфортнее, а можно решить это так, не по плоти, а по духу. То есть поступить не так, как плоти удобнее, а как говорит Бог, хотя это может повлечь страдания и повлекает страдания. То есть возникли конфликты и с родителями, и с друзьями. у нас в тюремное служение, вы знаете, некоторых ребят, которые уверовали, и они были там в авторитете, как говорится, в этой криминальной среде. Ну, еще одного вроде я в Омске даже я слышал, убили, но так побивали. То есть могут унизить, убить, побить, по крайней мере. И это выбор, выбор, как поступить. При этом, вот только вот этот момент, когда плоть страдает, вот тут и проявится. Ты идешь за Богом, ты слушаешься Богом, или ты остаешься самим собой. Живешь для себя и делаешь то, что угодно твоей плоти. Поступаешь и принимаешь понимание. Сегодня христианство, оно в угоду плотским пониманиям, оно меняет богословие. Оно меняет богословие. Вчера нельзя было делать зло, сегодня можно. Вчера нельзя было обманывать, сегодня можно, потому что вчера нельзя было сочетать, извините, гомосексуалитов, сегодня. Почему? Потому что посодят, заберут, церковь разгонят. Правда? И люди все это богословие. О-о-о! Тогда кого они слушаются, чем они дорожат? Они не взлюбили себя до смерти? Нет. Они вообще не поняли, что Библия говорит, кто будет сберегать себя, я тот. Если вы не согласны на смерть своего я, вы не можете идти за Христом. Вы не будете в небесах. Вы не сможете быть Домом Божьим. Дом Божий – это там, где живет Бог. Там других квартирантов нету. И надо понять, что это такое. Когда Он сказал, возьми свой крест, следуй за мной. Ну, вот мы отверглись, допустим, мы, я поссорился, предположим, со своими друзьями, со своей семьей. Я готов был на это идти. Потом мама, кстати, покаялась. Некоторые друзья покаялись. Все-таки потом Бог действует. Но это не такое, может быть, ценное. Ну, получить по физиономии не страшно. Получали по физиономии так кулачком? Ну, так, серьезно, чтобы носик у меня на бок было. Ну, я хочу сказать, ничего страшного. Потом заживает, немножко поболеет. Две недельки фонари начинают сходить. Правда, желтый. Ну, ничего. Можно жить. Так вот, смысл какой, что если Он сказал, возьми свой крест, следуй за мной. Я думаю, что я в прошлый раз об этом говорил. Если ты будешь верно идти за Христом, то уровень послушания должен увеличиваться. Правда? Он все больше должен занимать в твоей жизни твое сердце. И это значит, что уровень испытаний может возрастать. Сверх сил Он обещал не давать. Но это говорит только о том, что придется положить все свои силы. Сверх сил Он не даст. Это не значит, что Он облегчит испытание. Это очень важно понимать. Не значит, что Он облегчит испытание. То есть, испытание станет меньше. Нет. Просто Он даст сил сверхъестественных, чтобы ты это перешел. И в этом очень важно, что Он занимает еще и еще и еще один уголок твоего сердца. И это значит, что если ты будешь верный Богу, я просто наперед вам говорю. Знаете, как апостол Павел сказал 1 Фессалоникийцам 3 глава 3 стиха. Давайте посмотрим. Это такие благовестники. Я таких благовестников на самом деле сейчас не вижу. И, наверное, к сожалению, я сам таким не являюсь. Мне трудно такое говорить. Первое Фессалоникийцам 3 глава 3 стиха. Третий. Чтобы никто не поколебался в скорбях сигабы, вы сами знаете, что так нам суждено. Дальше. Ибо мы тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Вот эти евангелисты, что предсказывали, какую жизнь предлагали. Это евангелисты. Придите ко Христу и будем страдать. Очень интересная Евангелие. Потому что так нам суждено. Если хочешь, помните, новообращенных увещевали апостолы. Многими надлежит. Надлежит. Люди бегут к Богу и говорят, вот избавиться от скорбей. Да, тех скорбей, которые засеял в жизни наш Сатана, которые мы приобрели своими неправильными действиями. Да, Бог избавляет часто. Но дальше начинается его страдание. Его крестное. И мы начинаем переживать страдания. И это путь. И так нам суждено. Значит, если мы говорим о полном послушании, если мы говорим не я живу, но живет во мне Христос, это происходит только в одном случае. Когда мы доходим в нашем послушании или в нашем испытании до пункта, где для того, чтобы остаться в воле Божьей, нужно поставить на карту рискнуть самым, самым дорогим в жизни. дороже, чего нет вообще. Помните, кто, приходя ко мне, не возненавидит ца, мать, жены, детей, и при том самой жизни своей, он не может быть моим учеником. Для того, чтобы пройти этот уровень испытания, иногда люди даже, ну, умирают, просто не идут, и как Христос до конца. Но, я верю, что та церковь, которая правда донесет Евангелие до края земли, правда получит всю полноту вот этого позднего дождя силы Божьей, это все происходит тогда, когда тебя дьявол не может никак искусить, потому что ты готов на любую жертву, даже на свою жертву своей жизни, своей семьи, только чтобы исполнить Слово Божье. Понимаете, о чем, что это такое? Вот это есть послушание. Знаете, что, почему я смотря даже на эти военные действия, я понимаю, что это должно пройти по всей земле, потому что, ну, невозможно мириться сегодня, невозможно Богу мириться сегодня с тем христианством, которое сегодня есть. И чтобы церковь была беспятна и порока, надо обязательно пройти. Что такое ужасное? Чтобы отделить плевелы, чтобы отделить то, что не его. Он это сделает. Может он, дай Бог, не сделает через войну, хотя, но эта война будет лично в нашей жизни. В нашей жизни будут какие-то испытания, которые мы должны будем пройти, чтобы на самом деле состоялось не я живу. Это величайшие слова Христа. Он сказал, идет идет князь мира всего и во мне. Понимаете? Есть люди, поверьте, сейчас точно есть люди на земле, которых сатана просто не может зацепить и никак их сдвинуть с воли Божьей, потому что они прошли такие огни и воды медные трубы и остались Богу верными. Понимаете? Там не за что схватиться. Там невозможно ничем увлечь и невозможно ничем соблазнить и невозможно никаким образом восставить против Бога. Понимаете? это когда первые слова, которые сказал Иов, это же как же так мы добрые будем принимать от Бога, а злое не будем, да будет имя Господне благословено. А что хотел сатана? Чтобы он сбунтовался и сказал, я же праведник, почему это со мной происходит, почему ты это сделал, ты виноват, не хочу с этим, смотрите, он потом, конечно, роптал, все-таки мы можем увидеть, что ему пришлось каяться, но вот этот момент важнейший, который мы все боимся, мы все трепещимы, у нас хлопцы очень молятся, пускай война, пускай мир будет в нашей земле, Господи, благослови, я говорю, ребята, все понятно, ну понятно, мы плоть так очень все хочет, мы довольны своим духовным состоянием, уровень действия Духа Святого, мы довольны, как бы сказать, присутствием Бога, ответами на молитвы, мы довольны духовным состоянием церкви, давайте посмотрим, как выглядят наши молитвы, Господи, мы недовольны состоянием, нашим духовным состоянием, мы недовольны духовным состоянием нашей семьи и нашей церкви, мы недовольны уровнем Твоего присутствия, но Господи, не делай ничего, пускай так и будет, понимаете, на что похоже наша молитва, И так оно и похоже. И я понимаю, что если возможно, доминует. Если возможно. А если мое сердце исправить невозможно. Если там эти такие твердыни, пока они не выйдут, ну невозможно, чтобы послушание Богу мое было совершенным. Значит, Бог будет обязательно проводить меня через этот крест. Другого пути нет. Потому что Он хочет, чтобы мы были Его домом. Он хочет вселиться в нас и ходить в нас. Он хочет в вечности быть в нас и через нас творить. Бог вообще приготовил нечто величайшее, потому что Бог будет проявляться через нас в вечности. Понимаете? Это очень интересно. Посмотрите на Христа. Он остался человеком. Я вас уверяю, Он остался человеком. Но в Нем безраздельно действует Отец. Понимаете? Отец во мне, я в Нем. Христос во мне. Во Христе Отец. И это вообще Троица. Пусть Бог благословит Духом Святым. Я хочу с вами помолиться, чтобы это слово, оно как-то принесло нам добрый плод. Господи... Господи...